МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пожалуй, ни в чем польские, немецкие и русские хронисты не сходились так близко, как в оценке моральных качеств. Витов Токейстутовича. По сути дела, они говорили, что такое мораль, он не знает. Это был человек сугубо прагматичный, очень жесткий, очень талантливый. И очень скоро он превращается в самого сильного государя восточной Европы и, в общем-то, пользуется большим весом и в Западной Европе. Взрывчатка в иконах, перспективы Турчака и почему в Пскове самое дешевое жилье. Об этом сегодня в программе по скриптам поговорили ведущие передачи Любовь Кузнецова, Олег Добрынин и политический обозреватель, главный редактор Псковской Лента Новостей, Александр Савенко. Вот это поступательное движение Андрея Турчака в списке 100 ведущих политиков России, о котором ты сказала, конечно, представляется не случайным. Там все достаточно логично. Не то, что человек взял, взлетел и непонятно по каким причинам поднялся на высокую позицию. С Андреем Турчаком все понятно. Шаг за шагом шел. В прошлом году мы внимательно наблюдали за результатами исследований агентства политических и экономических коммуникаций под руководством Дмитрия Орлова. В этом году смотрим. Ну да, десятое место. Все это, конечно, результат той активной работы, которую Андрей Турчак на федеральном уровне ведет. 7 апреля Рунету российскому сегменту интернета исполнилось 30 лет. В этот день в 1994 году был зарегистрирован национальный домен .ру. О том, как происходило развитие сетевых технологий в Пскове, кто был пионером внедрения инноваций, как они повлияли на жизнь самых разных людей в новом проекте по ЛНТБ в документальном сериале pskov.net «История Рунета в провинции». Звонки и СМС с приглашением на диспансеризацию становятся уже привычным делом. Небольшой перечень обследований, но все они бесплатные, точнее, по полису ОМС. Как проходит диспансеризация в псковских поликлиниках, есть ли пользы от нее и что это на самом деле – забота о нашем здоровье или очередное мероприятие для галочки? В этом разбирался обозреватель псковской ленты новостей. Псковская область заняла 70-е место в рейтинге регионов по доле просроченных кредитов. Исследования подготовили эксперты РИА Новости. В Псковской области доля просроченной задолженности населения перед банками на 1 марта составила 4,2%. Платежная дисциплина населения улучшилась почти во всех регионах России. При этом самые высокие показатели у Севастополя и Санкт-Петербурга. Подробности на псковской ленте новостей. Музейное пространство в память актера Василия Меркурьева откроют в его родном городе-острове, сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров. Легендарный актер является почетным гражданином города. В острове есть аллеи и улица Меркурьева. Актер известен благодаря ролям в фильмах «Небесный тихоход», «Золушка», «Верные друзья», «Летят журавли» и других. 7 апреля православные отметили Благовещение. Особый церковный праздник, наполненный радостью, светом и весенним подъемом. В псковском храме Александра Невского ежегодно в этот день выпускают голубей. В этом году всеобщее внимание было приковано еще и к снегирям, которых выпускали любопытные юные прихожане. Фоторепортаж смотрите на сайте МК в Пскове. И о погоде в Пскове на завтра. Во вторник, 9 апреля, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Плюс 8, плюс 18 градусов. Ночью облачно с прояснениями 11, 13 градусов со знаком плюс. Ветер восточных направлений слабый. На сегодня это все. Ссылки на все материалы, упомянутые в выпуске, вы найдете в описании под видео. Хорошего вечера и до встречи на ПЛНТВ. ПЛНТВ.